Спасибо большое, что вы пришли на третий день нашей конференции, которая посвящена актуальным проблемам профилактики социального поведения и формирования культуры безопасного образа жизни, обучающихся молодежи. Я напомню, что мы сегодня работаем третий день, что у нас был очень серьезный первый день, когда было пленарное заседание. Мы заслушали серьезные доклады, связанные с профилактикой социального поведения и с организацией системы работы по профилактике социального поведения. Мы также приняли участие в съезде волонтеров наших молодых людей, которые успешно сегодня участвуют в социальной практике по как раз оказанию поддержки государственным и всем государственным институтам в сфере профилактики социального поведения, в сфере формирования культуры безопасного образа жизни. У нас вчерашний день был секционный, у нас было 4 секции, которые очень активно работали, потому что после работы секции во второй половине дня у нас было пленарное заседание. Мы подводили итоги работы секции, мы говорили о резолюции конференции, о том, что мы в течение еще следующей недели ждем от всех участников предложений в резолюцию. То есть мы очень успешно работали. Вчера в конференции принимали участие и ректор университета, и заместитель министра образования и науки Российской Федерации Каган Вениам Мишаевич. Конференция, они слушали наши отчеты секционные, получила самую высокую оценку. И принято, что еще больше надо уделять внимание всем тем аспектам, которые мы поднимали. Но сегодня у нас новая тема, важная, интересная тема. Она связана с собакокурением, с профилактическими программами, которые мы противопоставляем этому злу. И мы говорили о том, что детство у нас незащищенное, и в том числе по этой теме мы должны свои заслоны выставить. Ну, как бы кажется, что так немного людей пришло на круглый стол. Вместе с тем, как правильно сказал Геннадий Иванович, это не людей мало, а зал очень большой. Действительно, зал очень большой. Вот так просто получилось, что сегодня много мероприятий приемных в университете. И нам выделили вот этот зал. Может быть, он не очень удобен с точки зрения формата круглого стола, но вместе с тем я, как один из ведущих, призываю вас, несмотря на то, что формат вот такой более формальный, чем круглый стол, все-таки имейте в виду, что это круглый стол, и что каждый имеет право выступить, задать вопрос, высказаться по тем темам, которые мы обсуждаем. Поэтому еще раз спасибо большое за участие. Значит, открываем круглый стол по обсуждению вопросов профилактики табакокурения среди детей и молодежи. И я предоставляю слово Галине Михайловне Сахаровой, руководителю научно-методического центра по борьбе против табака Федерального медико-биологического агентства России. Уважаемые участники круглого стола, уважаемые коллеги, ну вот сейчас, по крайней мере, на 2 часа мы стали с вами коллегами, несмотря на то, что вот я и многие участники, это врачи, у вас педагоги и специалисты других специальностей, но тем не менее только объединение врачей, педагогов, психологов, специалистов по информированию могут привести действительно к хорошим результатам, а именно, как рассказал Львович, защитить наших детей от вот этой серьезной болезни, которая называется синдром зависимости от табака, но не только она, она развивается. У человека, начинающего бурить, развивается очень много болезней, поскольку 7 тысяч веществ и ни одного витамина в табачном дыме, которые поступают в организм в процессе курения любого курительного табачного изделия, бездымного табачного изделия, при потреблении бездымного табачного изделия и развиваются болезни. То есть, как здоровье закладывается в молодом возрасте, так и, если дети сталкиваются с фактором рисков, в частности, потребления в табака, так и болезни, нездоровье, ранняя и междевременная смерть, они также закладываются в детском возрасте. Поэтому, конечно, мы должны принять все усилия для того, чтобы защитить наших детей, в первую очередь, от вот посягательств табачной компании. Но для того, чтобы понять, как лучше строить стратегии, какие стратегии принимать, какую тактику принимать, нужно немножко вернуться, может быть, в историю, понять, откуда вообще, почему наши дети подверглись вот такому серьезному массированному воздействию табачной компании. Нужно сказать, что курение в России и вообще во всем мире бурным темпами стало развиваться в конце 19-го, начало 20-го века. Все курили, это было очень модно, распространялось курение довольно быстро, но врачи начали замечать, что те, кто курит, начинают чаще болеть, болеть серьезными заболеваниями и теряют много лет жизни. И вот здесь фотография Ричард Долл, английский врач, который возглавил группу. В течение этой группы врачей в течение 40 лет проводила исследования, эпидемиологические исследования над врачами же в Великобритании. И в 1953 году они опубликовали первый доклад о связи курения с раком легкого. Это был действительно доклад научный, строго доказывающий о том, что курящие люди чаще заболевают и теряют минимум как 10-15 лет своей жизни из-за смерти вот этих серьезных заболеваний. И тогда правительство Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки начали борьбу с табачными компаниями. И вот вы видите уже за 10 лет существенное снижение на 6% в Соединенных Штатах Америки, на 6% в Великобритании, почти на 10% в Соединенных Штатах Америки. Среди мужчин курение начало снижаться и начали снижаться распространенные заболевания, вызванные курением табака. Тогда табачные компании, понимая, что они теряют самых трудоспособных людей, это категория мужчин с высшим образованием, с толстыми кошельками, стали бросать курить, и тогда табачники стали переориентироваться, и они поняли, какую категорию людей им надо вовлекать. Это дети, в первую очередь дети, в вторую очередь женщины. Дети, они всегда ближе к женщине, к матери. Поэтому табачные компании перестроили свои... А как мне? Посмотрели? Ну, на следующий слайд, пожалуйста. Тогда они перестроили свои активности, свои инфляционные компании, в первую очередь на женщин и детей. И понимаю, что если, чем раньше еще не окрепший физический организм начнет получать никотин, тем выше будет степень никотиновой зависимости, и тогда, как табачники говорили, немножко напряжемся и поработаем с детьми, а затем мы получим уже постоянного покупателя своей продукции. Ну вот, на примере женщин начали распространяться плакаты, вовлекающие именно женщин в курение. Вот это уже наш, 2011 год, Киев, тут явно подростковая девушка, подросткового возраста вовлекались. И вот с 2009 года вообще работает курилка. Это сайт, который называется «Девичья курилка». «Девичья курилка» — это маленькая вселенная табачного наслаждения. Каждая девушка из девичьей курилки самая обаятельная и привлекательная, самая красивая и очаровательная, просто самая-самая, а сигареты лишь подчеркивают это. И представьте себе, что на этом сайте, который, безусловно, поддерживается табачными компаниями, даже есть уроки, как начать курить. Давайте начинать курить вместе. Следующий слайд, пожалуйста. И нужно сказать, что, конечно, мы добились очень многого. Тогда, когда во всех правах снижалось женское курение, у нас оно нарастало. Это где-то за последние 15-20 лет мы в 10 раз увеличили женское курение. И, соответственно, пропорционально стало нарастать и детское курение. Следующий слайд, пожалуйста. Что же для этого делали табачные компании? Следующий слайд, пожалуйста. Основная цель табачных компаний это разрабатывать, продвигать неэффективные программы. В первую очередь, это для того, чтобы забить им, так сказать, информационное поле и предотвратить внедрение других более эффективных программ. И, конечно, в каждой программе, которая спонсировалась, разрабатывалась с участием табачной индустрии, всегда был заложен какой-то, ну, скажем так, 25-й кадр, который работал наоборот против, наоборот, только способствовал началу курения детей. И основное утверждение курения является уделом взрослых, подождите, пока вы станете взрослыми. Не курите дети. Это удел взрослых. Ну, это, конечно, в следующем случае, пожалуйста, четкая подсказка для ребенка, как стать взрослым. И вот то, о чем я говорила, когда табачные компании поняли, что они теряют довольно платежеспособную часть населения от мужчин, в 69-м году Филипп Моррис приняла новую политику, в которой они перестроили всю свою программу на детей. И вот основной посыл, что сигареты для начинающих курить являются таким символическим актом, я больше не являюсь маменькиным сынком, я хулиган, я фантюрист, я не угодник, ну, я взрослый. Ну, и по мере того, как эти психологические установки начинают ослабевать, начинает развиваться просто болезнь, зависимость, степень, которая будет усиливаться, и табачные компании прекрасно понимали, что они готовят для себя впоследствии постоянных покупателей, следующее слово, в жизни. И вот Бриджи Американ Табака, так же, как и Филипп Морес, взяли на вооружение эту тактику, эту стратегию, не сказать, и в своих отчетах они стали об этом писать. Вот вы видите, например, это с 2000 года, это отчеты 2007 года, где они при отчетах по белому пишут. С 2000 года отчет Бриджи Американ Табака. Бриджи Американ Табака Россия активно сотрудничает с Министерством образования и науки. Я думаю, что Министерство образования и науки об этом даже не знает, но тем не менее в отчете это появилось. И, собственно, учебный курс методических пособий учителей и рабочие тетради для учащихся в программе «Мой выбор» были разработаны в декабре 2000 года и внедрялись в классах для обучения. Следующий слой, пожалуйста. Об этом у нас еще будет в следующем, то есть через одно сообщение, но я просто кратко скажу, что было в 2001 году. Это учебно-методическое пособие для учителей, «Мой выбор». И весь ужас заключается в том, что здесь вот написано «Главное – дать каждому ученику максимально полную информацию о последствиях всего любого его выбора, но не навязывать решения, ни в коем случае не навязывать решения, и полностью он должен принять, ученик должен принять на себя всю ответственность за последствия, связанные с потреблением, ну, в частности, табака. Представляете, вообще, какой ужас был, вообще, на самом деле, заложен в этой программе, и очень долгое время она внедрялась в следующем. Пожалуйста. И, безусловно, конечно, распространенное ускорение среди детей, она начала увеличиваться. Вот 2006-2007 год. Классы «Свободные от курения» была разработана совместно с British American Tobacco программа. Она до сих пор внедряется очень широко. Заключается она в том, чтобы в течение какого-то периода времени предложить детям не курить, и тогда они выиграют какой-то приз, и выиграют тот класс, где меньше курящих. То есть, по сути, они не отвергают курение детей. Вопрос только больше и меньше. И, безусловно, конечно, дети договаривались. В какой-то период времени они не курили, они выигрывали этот приз, и потом совершенно спокойно снова возвращались к этому занятию, курению. Здесь, конечно, две принципиальные ошибки, которые, наоборот, для табачников были таким замечательным находкой. Во-первых, курение не отвергается как таковое. «Пожалуйста, дети, курите, только давайте посоревнуемся». И другое, суть, то есть, установка, она не в отказе от курения, а установка «выиграть приз». Это совершенно две разные вещи. Поэтому, конечно, эти программы, они только увеличивают распространенность курения среди подростков. Но что самое интересное, взрослые, понимая это, мы разговаривали с людьми, которые в некоторых регионах, южных регионах, не играют активно эту программу, даже сейчас. Мы говорим, «Ну, вы понимаете, что вы способствуете? Вы не отвергаете курению. У вас, ваша программа не направлена на снижение курения». И что мы услышали в ответ? Но ведь все равно курят. Это просто ужасно. Дальше конкурс детского рисунка. Конкурс детского рисунка. С одной стороны, тоже вроде бы идеи хорошие. Дети рисуют против табака. Дети направлены против табака. Но с другой стороны, они рисуют эту сигарету. И одна доктор сказала, «Мы так долго уберегали свою внучку». Я уберегала свою внучку вообще, чтобы она не знала, что такое сигарета. И вдруг она приходит из школы и говорит во втором классе, «Мама, а что такое сигарета? А как вообще ее? А для чего она? А как ее курят? Что такое курят?» А она говорит, «Откуда ты знаешь? А у нас сегодня был конкурс детского рисунка «Дети против курения». То есть она нарисовала эту сигарету, привлекли внимание и так далее. То есть табачные компании, конечно, понимают, что они тем самым просто привлекают внимание детей. Еще такая программа у них есть «Ответственные родители». Ответственные родители заключаются в том, что ни в коем случае мы не должны давлять на детей, мы не должны запрещать им курить, но мы должны им объяснить, что такое курение, к чему это может, какие последствия это могут быть. А дальше дети сами должны выбрать, будут они курить или не будут они курить. Опять же, вот эта идея «Мой выбор», осознанный выбор и ответственность родителей, они всячески пропагандируются и внедряются табачниками. Мы слышим, что это, пожалуйста, людей. Ну вот везде они пишут, где в Саратове ответственные родители, в различных других городах внедряли, они продолжают внедрять с помощью этих программ. Следующий слайд, пожалуйста. БАД России объединяет свои средства и опыт с ресурсами других табачных компаний, государственных органов, организаций здравоохранения и общественных организаций для того, чтобы продвигать вот эти самые программы. Следующий, пожалуйста. И безусловно, конечно, в интернете эти программы представлены в разных видах, конечно, нигде нет о том, что это табачные компании стоят, за разработкой этих программ. И, конечно, когда в классе, в школе хотят что-то внедрять, что делает в первую очередь сейчас учитель? Он идет к компьютеру, он заходит в сети, он находит мой выбор и начинает это внедрять. Вот вы видите отчет 2007-2009 года в Ридж-Американ Табака. Образовательная программа для родителей, ответственные родители, уже реализована в 20 городах Российской Федерации. И с 2007 по 2009 в Ридж-Американ Табака поддерживал ряд программ, которые проводились по всей стране с целью убедить детей и подростков не курить. И это вот те самые программы, о которых я сказала, мой выбор, класс свободный от курения. И вот будьте внимательны, если вы видите Центр образовательных, социальных программ «Мой выбор» или Общественный совет по проблеме подросткового курения, знайте, что за этими двумя организациями стоят табачные компании, они спонсируются табачными компаниями и продвигают программы, которые выгодны табачным компаниям. Следующий слайд, пожалуйста. Всемирная организация здравоохранения. Подобные программы, они не только в Российской Федерации, безусловно, они и в других странах. Табачные компании это уже межгосударственные огромные корпорации, поэтому примерно то же самое внедрялось и раньше и в других странах и какие выводы сделала Всемирная организация здравоохранения. Что многие школьные программы, которые нацелены на предотвращение курения среди школьников, они оказались неуспешными. Молодежь не восприимчива к знаниям и болезням, которые они могут получить и имеет небольшую восприимчивость к понятию риска. Они все это связывают с людьми более старшего множества и им кажется, что к ним это не имеет никакого отношения. Единственное, вот серьезное доказательство хорошего успеха, это было такими доказательствами, что в школах может быть достигнут хороший результат, однако он связан лишь с задержкой начала курения, то есть с увеличением возраста закуривания школьников в следующих слоях, пожалуйста. И вот хороший результат основной это, конечно, имеет объявление школ полностью свободного от курения. В этих школах запрещено курить не только школьникам, учителям, всем техническим работникам и так далее. Для развития других мер по продавлению курения среди школьников требуется дальнейшее научное исследование. И, конечно, успех достичь вот по профилактике предотвращения курения среди подростков и снижения распространенности курения среди подростков очень сложно добиться в тех популяциях, где высокая распространенность курения среди взрослых. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот видите, что еще предпринимает табачная компания. Вот такой есть журнал, который выпускают табачники, рекламные, и табачный магазин называется. И вот вы видите, например, Стас Пьеха привлекли они, был солистом в хоре мальчиков, я просто курил с 7 лет, поэтому голос у меня хриплый и сипатый. Конечно, все его поклонники и поклонницы тут же побегут за сигаретами. Аршавин. Какие-то вредные привычки у меня есть, и я их оберегаю. Непонятно, какие вредные. Может, он ногти колесет на самом деле, да, но раз это в табачном магазине журнале уже все думают, что он курит. А вот здесь вот идея вообще просто вот этих самых ответственных родителей. Курить начала в 16 лет и с тех пор ни разу не пыталась бросить. Это ведь удовольствие. Я никогда не пряталась от родителей, а сейчас курю даже при дочери. Если она захочет курить, это ее право, запрещать ей не могу. Вот это вот идея, идеология программы ответственные родители. Следующий слайд, пожалуйста. Есть вот, конечно, табачные компании, они стараются якобы быть вот такими социально положительными, создают положительный образ. Школы дарят компьютеры, на которых, конечно, будет наклейка табачной компании, проводят выставки. Вот, например, выставка «Дело в шляпе», бесплатная выставка в Государственной Третьябургской галерее. Как-то один раз совершенно случайно ко мне забрели из какого-то там агентства по опросу у населения, явно заказанного было табачниками, и вот у меня спрашивают, как вы считаете, должны табачные компании больше социальную активность проявлять, заниматься вот такими социальными программами? Или нет? Да, нет. Ответ только да, нет. Но, безусловно, все скажут «да». Я говорю, а давайте мы по-другому сформулируем ваш вопрос. Первое. Ваш сын начал курить в 13 лет и умер от рака легкого в 42 года. Первый вариант. Второй вариант. Ваш сын начал курить в 13 лет и умер от рака легкого в 42 года, но вы бесплатно посетили выставку «Дело в шляпе». Что выбирает? Ну, женщина, мне положено, и мужчина. Эти собрали свои бумажки и молча ушли из моего кабинета. То есть, безусловно, конечно, табачники, они умеют по-другому ставить вопросы, они умеют подсовывать нам, а потом говорить по просьбам трудящихся, табачная компания, там, то-то, то-то, то-то. Следующее слово «Дело в шляпе». Вот инвестиции, вот просто, чтобы сравнить, сколько все-таки они вкладывают в себя табачники и сколько они вкладывают в социальную активность. Вот смотрите, 2010 год в развитии British American Tobacco сама же British American Tobacco вложила 50 миллионов долларов. Они увеличили в 1,3 раза мощность своих фабрик по производству табачных изделий. Более чем в 2 раза увеличили производственные мощности в Санкт-Петербурге. Следующий слайд. И вот их активность. Выделяется 750 тысяч рублей в год на социальную активность, что в результате было посажено 110 деревьев и организован сбор отработанных резиновых шин. Они собрали 20 тонн покрышек. Как-то на одном из наших семинаров с врачами я говорю, я не очень продпиму, зачем вам покрышки, но один из слушателей сказал, ну сигареты же надо что-то класть. Таким образом, конечно, вот это ваша мама пришла, молочка принесла, вот это личина волка, одетого в такого замечательного социально активного элемента, она, конечно, просматривается. И в первую очередь, я понимаю, что наше образование здравоохранения еще не достигла тех, может быть, инвестиций, того экономического положения, которое имеет право быть для того, чтобы действительно эти отрасли развивались. Но надо уметь отказаться от этих 75 тысяч рублей просто хотя бы для того, чтобы сохранить жизни миллионов, это действительно миллионов людей, сохранить жизнь, качество жизни этим детям и их родителей. Ну, вот все, что я хотела сказать. Еще раз повторяю, мое сообщение было направлено на то, что табачники очень заинтересованы в детях, и они прикладывают все усилия для того, чтобы продолжить эту работу. Спасибо большое, Галина Михайловна. Есть вопросы какие-то, Галина? Да, пожалуйста. Спасибо. В школах запрещают учителям курить. Как запрещают? Контролируйте. Ну, это надо школам запрещать. Запрет на курение в школах, в образовательных, вообще во всех образовательных учреждениях прописан в федеральном законе номер 15 о защите здоровья граждан от вторичного табачного дыма и последствия потребления табака. То есть, это запрещено федеральным законом. Соответственно, в административный кодекс внесены статьи, которые описывают ответственность за нарушение этого федерального закона. То есть, по идее, можно просто-напросто вызвать соответствующую организацию, которая следит за выполнением и которая имеет право штрафовать, и это все будет оштрафовано. Это раз. Но на самом деле, самое лучшее, это когда, конечно, собираются учителя, собираются все технические работники, школьники, родители и говорят, все, мы не курим. Никто не курим. снижение вреда. Вред он или есть, или его нет. Маленький вред, маленький вред, большой вред, он все равно вред. Поэтому за каждым табачным изделием, за каждым электронным средством доставки никотина, никотин это вообще для детей, это просто категорически запрещено. Не потому, что мы вот такие вредные взрослые, которые хотим лишить счастливого детства детей, это просто по физиологии понятно, еще абсолютно несформированная гормональная система, несформированная, защитная, и вдруг мы начинаем вводить активное вещество никотин, которое влияет на нормальное формирование развития гормональной сферы ребенка, это уже будет нездорово ребенок. И здесь даже маленькие дозы никотина, они будут вредны, он никак не может помогать, он может только влиять. Здесь мы должны сказать, просто нет любому средству, любому средству, которое что-то вводит внутрь, вводит в легкие любые вещества, они в конце концов все равно приведут к развитию заболеваний. Спасибо. Галина Хамовна, вот мы делаем резолюцию уже нашей конференции, может быть, что-то нам прописать по поводу работы по программам, то есть, как бы, может, мониторинг какой-то программ? Безусловно, безусловно, обязательно мониторинг, мы сейчас хорошо сформулировали, это обязательно должен быть организованно мониторирование программ, которые направлены якобы на предотвращение курения, снижение распространения и потребления табака любых форм, хоть курительного, хоть бездымного, в школах, обязательно их подвергать экспертизе, вот, например, Министерство здравоохранения выпустило приказ о том, что любая антитабачная реклама, антитабачная компания прежде должна в регионы, если они хотят ее внедрять, прежде она должна пройти экспертную оценку в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Вполне возможно, что что-то подобное было бы неплохо сделать и для Министерства образования. То есть, любая программа, внедряемая, направленная на предотвращение курения, противодействие курению, она должна пройти экспертную оценку в Министерстве образования и науки. Хорошо, спасибо, Галина Михайловна. Спасибо. Тогда слово Антонова Николая Сергеевича, заместитель директора Научно-исследовательского института по иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. Галина Михайловна, спасибо коллеги. Здравствуйте. Ну, Галина Михайловна, как бритиш-амедикан табака, нас очень аккуратно подвела к этой теме и, по-моему, мы уже находимся, даже если не хотели этого в теме борьбы с табакокурением, и нам осталось только сделать правильный выбор. И для того, чтобы мы сделали свой правильный выбор, наверное, я, в общем-то, постараюсь привести некоторые определенные факты, которые нам позволят правильно это сделать. Но тема лекции мне досталась, может быть, не очень такая интересная для восприятия, потому что это в основном язык цифр и статистики, но без этих данных трудно понимать, где мы находимся и что нам делать, насколько наши действия эффективны или малоэффективны. И за этими цифрами мы увидим как раз то, что обсуждала Галина Михайловна, которые активности проводились на уровне врачебного сообщества, табачными компаниями, они влияют, хотим мы или не хотим, в ту или иную сторону по распространенности курения среди детей. Я буду затрагивать тему только детского курения, подросткового детского курения. Первый слайд. На сегодняшний день у нас в стране, но не только в стране, во всем мире существует одна глобальная такая большая работа по изучению употребления табака на государственном, межгосударственном уровне с участием Всемирной организации здравоохранения, с участием ведущих международных агентств и институтов. И эта большая работа подразделяется на три небольших, на три таких вот секции, я бы их назвал, которые посвящены изучению курения, употребления табака среди подростков, называется ГИЦ, потом Всемирные педагогические исследования среди медицинских работников, в первую очередь студентов-медиков, и в 2009 году было мулецентрическое межгосударственное исследование по распространенности курения среди взрослого населения. Вот три громадных этих блока, и я начну с того, что наверное это проявляется активностями табачных компаний, направленных на женщин и подростков поэтому, и Всемирная организация выбрала этим объектом тоже изучение детей. Медицинские работники понятны, потому что это на сегодняшний день самые активные, которые понимают сущность проблемы всех этих зависимостей, и как правильно построить работу по борьбе с табакокурением. Ну и конечно же нам надо знать, какой уровень общего распространенности курения у нас в стране. Следующий слава, я приведу несколько цифр из адреса Всемирной организации здравоохранения раз в два-три года Всемирной организации здравоохранения на основании вот этих эпидемиологических исследований, про которые я говорил, выпускает адрес, в котором отображаются все аспекты курения в мире, и не только курение, но и бездымный табак, ротовые формы табака, все формы табака учитываются в этих исследованиях и демонстрируются в этом адресе, но я сделал выжимку из этого адреса, мы видим, что это касается, предположим, вот на данном слайде распространенность курения сигарет, именно столько сигарет среди мальчиков 13-15 лет. Вообще, к статистике нужно немножко аккуратно относиться. Предположим, если мы говорим подростковое курение, то у нас в стране это 13-15 лет, а если взять Соединенные Штаты Америки, там 15-18 лет подростки, поэтому тоже это нужно иногда учитывать и не слепо ориентироваться по всем этим цифрам. Наша страна, как вы видите, относится к довольно-таки интенсивно курящим странам, гораздо меньше, чем в Соединенные Штаты Америки и в некоторых других азиатских странах, но тут тоже нужно делать поправку на то, что в азиатских странах много не курительных форм табака, ротовые формы табака, и они в десятки раз нас обгоняют по этому форме употребления табака. Поэтому вот эта вот наша ситуация, она может быть не катастрофична на 2011 год, но в общем-то мы занимаем такую стойкую среднюю позицию. Следующий слайд, пожалуйста. Из наших бывших стран в Европе мы видим Латвия, Литва, Белоруссия с очень высоким уровнем распространенности курения сигарет среди мальчиков, но с другой стороны меньше, чем некоторые африканские или азиатские страны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это очень важный слайд, на мой взгляд, поскольку он говорит о предрасположенности наших детей в будущем закурить. Если он даже сегодня еще не курит, вот эта активная позиция табачных компаний, информационное давление на детей, мы видим, что в Европе около 27% детей готовы закурить среди мальчиков. Они уже готовы, и они в течение следующего года, когда их опрашивают, так, скорее всего, на следующий год я тоже буду курить. Это очень серьезный момент, вот готовность закурить в ближайшее время. Следующий слайд, по девочкам. Примерно точно такая же ситуация, как и по мальчикам. Мы видим, что у нас страна занимает такой средней центральной позиции, но довольно-таки высокий уровень, около 30% распространенность курения среди девочек. Это, ну, немаленькие цифры. Следующий слайд, пожалуйста. И еще большая предрасположенность к закуриванию в ближайшее время. Это как раз демонстрирует тот факт, про который говорил Галина Михайловна, что табачные компании сделали больше акцента на женщин и детей. И массивная такая информационная их активность приводит к тому, что дети готовы все больше и больше закурить. Следующий слайд. И вот это выражается непосредственно в том, что во многих странах девочки стали курить больше, чем мальчики. В общем, всегда считалось, что мужское курение более распространено, чем женское. Всегда казалось, что мальчики курят больше, чем девочки. Оказывается, что на сегодняшний день не так. И во многих странах и Европы, и Америки, и Тихоокеанского региона распространенность курения среди девочек больше, чем среди мальчиков. Вот это вот горошек это распространенность курения девочек. Видите, насколько она превышает на 11, на 6, на 5, на 4, на 8 процентов, чем распространенность курения среди мальчиков. Мы в Самарской области провели тоже исследование и результатом этой работы было то, что выявлено 30, практически 2 процента мальчиков являются активными курильщиками в возрасте 15-18 лет, а девочки около 29. То есть сопоставим примерно одинаковая распространенность курения среди мальчиков, среди девочек в Самарском регионе. Ну и кроме этого, посмотрите, какая интенсивность курения. И в 15 лет они уже курят 5 лет. То есть начало закуривания где-то в 10-12 лет. Мы проводили изучение распространенности легочных заболеваний в Рязанской области. У нас была совместная работа с ними. И заодно изучали факторы риска. И главный фактор риска легочных заболеваний это курение. И оказалось, что начало закуривания детей в Рязанской области 10-12 лет. А по данным статистики, если человек курит на протяжении 10 лет, и курит в среднем 10 сигарет в день, то обязательно через 10 лет у него будут клинические проявления каких-либо заболеваний. Это может быть бронхолевочное, сердечное, сосудист, онкология, не приведи Господь, конечно, но какие-то из клинических проявлений болезни через 10 лет уже боятся. И естественно, мы получим молодого человека в возрасте 22-25 лет уже практически больного. Потом говорим, а как нам в армию набрать этого? Как набрать? И не наберем никогда здоровых, нормальных детей, потому что они начинают курить 10-12 лет. Следующий слайд, пожалуйста. К чему это все приводит? Это вот раннее закуривание, вот эта высокая интенсивность курения, то, что пассивное курение, оно дома, в домашних условиях, вот на этом слайде приводится слайд, очень высокая распространенность в России, самая практически высокая распространенность пассивного курения в домашних условиях у нас в стране. И мы знаем, что, вот предположим, если брать исследования введет ГЭЦ, которые были проведены в 2009 году, то активными курильщиками у нас в стране является около 40 миллионов человек, которые постоянно ежедневно курят. Пассивными курильщиками вы не угадаете никак, какая сумма может быть цифр пассивных курильщиков? Ну, примерно, какая сумма? 30, 20, 40 миллионов, 60 миллионов. 60 миллионов человек у нас в стране пассивными курильщиками являются. Из этих 60 миллионов 70-80 процентов приходится на женщин и на детей. Поэтому, конечно же, когда у нас такая высокая распространенность пассивного курения, то надеяться на то, что у нас подрастающее поколение будет здоровым, навряд ли, наверное, приходится. Следующий слайд. и вот проявление то, о чем я говорил, 28, практически 29 процентов смертей вызвано с пассивным курением, и эта цифра практически максимальная в Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, можно сказать? Что такое пассивное курение и что такое дым? Вроде бы некоторые нам говорят, коллеги, ну я покурил немножечко дома, открыл форточку, проветрил, ничего страшного. Я пошел на балконе, покурил, это не влияет никак на моих детей, на мою семью, это все ерунда. Вот я привожу слайд, который был проведен в Шотландии, и мы видим, что это уровень концентрации взвешенных частиц, которые появляются после сгорания органического топлива. То есть курение это тоже органическое топливо, оно сгорается и в атмосферу выбрасываются при курении вот эти вот частицы, мелкие частицы размером 2,5 микрона и их допустимый уровень 25 мг на метр кубический по данным Всемирной Организации Здравоохранения. И вот человек, видите, 8 часов проснулся, начал курить, как резко, сразу же, в десятки раз возрастает количество этих частиц в окружающем воздухе, не в один, не в два раза, в десятки раз возрастает концентрация этих частиц. И вот, предположим, он в 22.00 выкурил последнюю сигарету и смотрите, как долго держится этот уровень, превышающий допустимый уровень, который рекомендован Всемирной Организации Здравоохранения. На протяжении 6-7 часов этот уровень высокий этих частиц остается в окружающем воздухе. Поэтому хочет человек быть здоровым или он не имеет просто возможности, если рядом с ним находится курящий человек. То есть, он даже, может быть, и соблюдает все правила гигиены, здорового образа жизни, но он стоит в таких условиях, из дома-то он никуда уйти не может. Предположим, внедряется запрет курения в общественных местах. Ну, наконец, если там где-то скурили, я встал, ушел, если нарушается запрет, а из дома же ведь не уйдешь. Следующий слайд, пожалуйста. Точно так же были проведены исследования предположим, в автотранспорте. Мы видим, как быстро, в течение 20 минут, две сигареты человек выкурил, насколько высока сразу концентрация этих взвешенных частиц, насколько долго она держится, несмотря на то, что в машинах есть кондиционеры, все это проветривается, но на самом деле все эти, даже они невидимые частицы, их удалить очень трудно и они не быстро удаляются. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и даже на улице, если человек курит, считается, что на открытом воздухе, когда человек курит, ничего страшного нет. Мы видим, что на расстоянии как минимум двух метров от курящего человека высокая концентрация этих взвешенных частиц, она превышает допустимые нормы. Следующий слайд, пожалуйста. Кто от этого страдает? Вот они, самые чувствительные группы и смертность от заболевания, вызванных пассивным курением, на сегодняшний день этот вопрос не обсуждается. Есть такая смертность? Есть однозначно. Пассивное курение является не меньшим фактором риска, чем активное курение и до 75% это группа, состоящая из женщин и из детей. У нас в стране около 170 тысяч ежегодно умирает от заболеваний, связанных с пассивным употреблением табака у нас в стране. Следующий слайд, пожалуйста. Вот некоторые данные, которые были проведены в Шотландии, в 2006 году введен запрет на курение в общественных местах и как-то вот ожидалось и думалось, что и дети будут меньше подвергаться пассивному курению, люди меньше будут курить и все будет очень хорошо. Но казалось, что это не совсем так. На детей, к сожалению, это не распространяется, даже наоборот. Поскольку родители на работе не накурились, так сказать, они приходят домой, дома больше курят и дети подвергаются большему воздействию пассивного курения от своих родителей. И единственная возможность снизить это воздействие это не курить. Вот видите, если родители не курят дома, то концентрация никотина в слюне, а это объективный показатель пассивного курения ребенка, они практически равны нулю. А чем больше интенсивнее курят родители, тем выше, конечно же, и концентрация катинина в слюне. Но и с другой стороны, разница, посмотрите, между то запретом после запрета она, конечно же, есть, она незначительная. То есть запрет на курение в общественных местах не повлиял на пассивное курение детей, поскольку дети в основном, они же не ходят ни в рестораны, ни в бары, ни в ночные дискотеки, но подростковые, ну, сейчас ходят многие, может быть, уже, да, но все равно в основном они находятся дома. А дома это пассивное курение родителей. Следующий слайд, пожалуйста. Вот некоторые работы еще 2000-го года, они исходили еще из проекта Синди, был такой международный очень интересный проект, и они не были посвящены целиком исследованию курения, только курение было маленьким блоком в этих проектах, и мы видим, насколько была распространенность курения уже в 2000-м годах, и внизу по этой оси отложены классы, пятый класс и одиннадцатый класс, когда заканчивают ребята школу. Мы видим, что мальчики практически в 60% к окончании школы являются активными курильщиками. У девочек ситуация примерно такая же, резкое возрастание курения после пятого-шестого класса и максимум достигает сорока процентов при окончании школы курения среди девочек. Следующий слайд, пожалуйста. Вот то исследование, про которое я говорил, которое спланировано международными агентствами при участии Министерства здравоохранения, при участии Минобразования, при участии Всемирной организации здравоохранения, очень масштабное исследование было в 2004 году. Это первое и на сегодняшний день единственное исследование у нас в стране, которое было посвящено изучению курения среди детей целенаправленно на выявление и употребление табака. И это случайный выбор, как и было выбрано пять городов Российской Федерации в пяти городах, потому что также в процентном соотношении от численности школ и участий выбиралось 20 школ в каждом городе и было опрошено по полторы тысячи детей из каждого города. Это такие города, как Хабаровск, Новосибирск, Псков, Москва и Череповецк. Нет, и Чебоксары. Чебоксары, да. Вот эти пять городов, в которых проводились эти исследования и были получены очень интересные данные и обратите внимание, насколько отличаться может быть цифры когда-либо курили сигареты, когда постоянно эти цифры могут отличаться в два раза. Помните, я показывал готовность человека закурить в следующем году. Это потенциальные люди, это бачные компании, которые его влекли уже практически в курение и вот эти вот 60% скорее всего в ближайшее время тоже закурят. Эти 30% скорее всего закурят. Среди мальчиков эта цифра может достигать 70%, среди девочек 60%. Цифры просто страшные. И я тоже, если честно сказать, не ожидал, что постоянными курильщиками являются около 40% наших детей. И следующий слайд. Если сравнить предположим эти данные с другими городами и другими странами, я говорил, что это в разных странах проводились по одной методике все эти исследования, мы видим, что мы здесь к сожалению лидеры, если сравнивали с Китаем, с Польшей, с Соединенными Штатами, мы выбрали такие самые значимые и ближние наши партнеры, мы видим на сколько в полтора, в два раза постоянно курят у нас чаще, чем в Польше, ну и видим, во сколько раз в Китае курят меньше, чем у нас в стране. Причем в Китае распространенность детского курения была одна из самых больших во всем мире, даже они превышали распространенность курения в нашей стране. Но на государственном уровне была политика сберегающая детей от табачного дыма, и цифры в 10 раз практически уменьшивались через 5-7 раз, через 5-7 лет после внедрения этой политики. В Китае довольно-таки жестко вводятся меры по запрету на курение, особенно им помогла олимпийские игры, которые были у них в Пекине, поэтому более активно можно было внедрить все эти меры. Следующий слайд, пожалуйста. Вот из этих же исследований мы видим, насколько доступно вообще приобретение было сигарет среди подростков детей, 13-15 лет. Обычно 5% брали дома, но 63% покупали их магазины, и более 80% не получали отказа во время продажи этих сигарет. Но сейчас принят закон о запрете продаж, запрет выкладки даже в магазинах табачной продукции. Вот этот момент на сегодняшний день практически перекрыт за счет того, что принят этот закон. Кроме этого, повышены цены на розничную торговлю в связи с этим тоже законом, за счет акцизов, и, конечно, доступность сигарет к детям стала значительно сложнее. Если в 2004 году можно было ребенку за 15 рублей купить пачку сигарет, то есть цена была где-то 15, даже если без фильтра брать сигареты привы стоили 5-7 рублей. Что такое 5-7 рублей? Сумма, которую мама дает на пирожок каждый день в школу. Поэтому доступность сигарет раньше была вполне легкой. Следующий слайд. Пассивное курение. То, о чем я уже говорил, и вот в этом исследовании оно было подтверждено, что, к сожалению, более 50% наших детей живут в домах, где курят другие люди, а считается, что если два человека в семье курят, то вероятность того, что ребенок закурит, равна 70% то есть родители, если курят дома, они практически не оставляют шансов для своего ребенка быть здоровым. Или он будет иметь заболевание вследствие пассивного курения, или он сам станет активным курильщиком, то есть получается он будет и пассивным, и активным курильщиком, и надеяться на то, что он будет здоровый, в общем-то не приходится. отношение к пассивному курению, да, они все думают, дети, что должно было быть запрещено курение, оно вредит их здоровью, и в 15-м федеральном законе, про который говорилось сегодня, эти пункты ущетены, и когда писался этот закон, учитывались мнения и курящих, и учитывались мнения людей, которые активные борцы с собакокурением, подростки, взрослые, пожилые, все было продумано, и у нас получился очень неплохой закон, который такой всеобъемлющий, и я считаю действенный закон, но только нужно теперь его монетарировать и выполнять, а вот тут, конечно, возникают серьезные проблемы, и сегодня уже прозвучала цель, и такая мысль о необходимости внестения в резолюции монетарирования выполнения этого закона, потому что насколько мы будем правильно соблюдать запреты курения в общественных местах, за рубежом в некоторых странах сейчас обсуждается вопрос о запрете курения в домашних условиях, но нам до этого далеко, мы не можем подконтролировать выполнение закона в общественных местах на сегодняшний день, я могу сказать, что у нас в медицинских учреждениях, в больницах примерно как курили раньше, точно так сейчас и курили, на лечественных клетках дым, окурки, и может быть и есть лечебные учреждения в городе Москве, которые соблюдают закон, я думаю, 100% сейчас мало кто соблюдает, в школах наверное ситуация получше, в школах получше, все-таки там дети у нас и, как говорится, наилегче там дополнять эти законы по запрету курения. Следующий слайд это реклама, на сегодняшний день мы тоже вот эту тему закрыли с вступлением в 15-го федерального закона, потому что наружная реклама запрещена, но она очень действенна была на детей и очень активно их вовлекала и табачные компании этим очень активно пользовались. На сегодняшний день осталось незакрытым процесс с телевидением и вы прекрасно знаете, все эти фильмы, к сожалению, они все напичкино курящими эпизодами и в этом законе, который на сегодняшний день принят, к сожалению, он принят тоже с оговоркой, что да, в телевидении запрет курения он есть, кроме тех ситуаций, когда это не противоречит сюжету, предположу, какого-то там фильмы или еще чего-то. А на сегодняшний день, оказывается, все это противоречит, поэтому во всех фильмах вы прекрасно знаете, везде курящие, выпивающие и прочее, прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, а телевидение это серьезный такой воздействующий момент, который, конечно же, нужно что-то нам. Хотя я, когда общался с юристами, с профессионалами, которые, я говорю, как вообще можно воздействовать на телевидении, как-то их привлекать к ответственности, теоретически возможно. То есть нужно писать специальные письма, правильно писать, правильно все это оформлять, и теоретически можно заставить даже телевидение и платить штрафы за нарушение этого закона, но это крайне, очень сложно, и на сегодняшний день практически никто нас за эти вещи не берет. Следующий статья. Вот по опросу 2004 года, мало того, что распространенность курения была там 40-30% в подростковом возрасте, но вы видите, уже около 70% детей накурились, так сказать, они уже хотели бросить курить. Но и с другой стороны, я всегда, мне нравится этот слайд, он демонстрирует очень хорошо, насколько информативны и объективны все опросы, проводимые в детских коллективах. Последний пункт. 42% когда-либо получали помощь в отказе от курения. У нас нет помощи в отказе от курения для взрослых, а для детей тем более. Никакой медицинской помощи в отказе от курения нет. Я говорю, ну если они, может быть, получали дома ремнем по заднице от отца, вот такую помощь могли получать и расценивали ее, когда? Ну вот так отвечают дети на наши опросники. Но с другой стороны, я говорю, это объективные. То, что получили, то, что есть, то и получаем на эти опросы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот еще один из вариантов ЭСПАТ. Это международное было исследование. Некоторые из вас, может быть, знают, поскольку оно касалось именно проведения эпидемиологических исследований в школах на алкоголь и на наркотические и другие лекарственные вещества. Мы видим, что это довольно долго проходящее исследование. С 1999 года каждые 4 года повторяется оно. Но там только маленьким локом курения, но с другой стороны, оно позволяет понять динамик происходящего. Мы видим, что если в 90-е годы 40-45% было курящих детей, то к сегодняшнему дню эта цифра снижается до 26-30%. То есть есть тенденции по снижению курения среди подростковой популяции. И слава Богу, несмотря на активность табачных компаний, несмотря на малую эффективность запрета курения в общественных местах, на сегодняшний день намечается тенденция по снижению курения детской и подростковой популяции. Следующий, пожалуйста. Вот те пункты сегодняшнего дня уже закончен первый этап повторного исследования ГИЦ, который в 2004 году я вам представлял цифры, сейчас повторно проходит точно такое же исследование в тех вот пяти городах, но, к сожалению, Москва по каким-то причинам отказалась от принятия в этом участие, перенесла на сентябрь, возможно, все-таки выполнит это тоже исследование, но все эти города, которые, я говорил, приняли участие, они сделали эту работу, сейчас обработка данных, и мы в ближайшее время сможем сравнить и что произошло по употреблению табака, как влияет средство массовой информации на распространенность курения, как прекращают курить наши дети, знания о табаке, пассивное курение, доступ и наличие к продаже для детей табачных изделий, каких табачных изделий, эти вопросы, они очень нужны, чтобы понимать не только как табачная компания действует на сегодняшний день, распространяя свою продукцию, но и мы должны понимать, где делать акценты наибольшее влияние на детей и подростков, чтобы снизить распространенность курения в этой целевой группе. Ну и естественно, последний слайд, по-моему, покажите, пожалуйста. Для чего это нужно? Это данные Международной Организации Здравоохранения считает, что одна треть людей, начавших курить в подростковом возрасте, приезжирении не могут отзаблевать табака. Это здоровье нашей насы. Спасибо большое. Спасибо большое за содержательный интересный доклад. Есть вопросы, коллеги? Спасибо. Тогда Александр Михайлович Простокишин просился. Руководитель отделения научно-информационного обеспечения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Добрый день. Очень интересное наступление и тема очень важная. И мне кажется, это мое личное мнение, что вообще наркомания начинается, она приходит с табакокурения. Это первый шаг в этом направлении. И я вот прослужив 11 лет в подразделениях наркоконтроля, все время переживал, у меня двое детей, они сейчас уже на сегодняшний день отслужили армию, я все время переживал, они как раз попали на пик вот увлечения, вовлечения молодежи в наркоманию, я все время переживал, чтобы они вот не попробовали наркотики. А вот сейчас я говорю, что они уже отслужили армию, один не курит табак, а второй, к сожалению, вот пришел с армией и курит. Значит, где-то я как родитель не догребел, не посмотрел и тут, наверное, и моя тоже есть вина, но вот предыдущий докладчик сказал о СМИ, действительно, я вспоминаю себя подростком, а то, что я видел на экранах телевидения, то есть умный следователь, умный разведчик, если он думает, значит, он курит, если он не курит, значит, он не думает. Вот такая ассоциация была. Ну, я свое выступление хочу начать с цитаты Ши Йо Гюн Буао Най Чи Йо Ю Джо в переводе с языка Великого Конфузия «Тот, кто владеет информацией, владеет всем миром». Информация – это знание о предметах, фактах, о передаче или распространении знаний культуры является просвещением. Следующий слайд, пожалуйста. На открытии 30-й международной конференции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Айдек президентом Российской Федерации было сказано, что только силовыми методами проблему незаконного оборота наркотиков не решите. Владимир Путин призвал активнее сотрудничать с гражданским обществом, шире использовать применяющиеся в разных странах передовые методики профилактики наркомании, а также программы просвещения. Следующий слайд. И вот уже второй год Московский научно-практический центр наркологии используя медиаресурс, радио, интернет-телевидение и периодические издания совместно с радио Радонеж реализует антинаркотический просветительский проект уберечь детей от наркотиков. И основная цель этого проекта это развитие профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных веществ. Я хочу заметить, что никотин это тоже психоактивное вещество, как и алкоголь. Главной целевой группой проекта является родительская аудитория, также он может быть полезен для педагогов и специалистов образовательных учреждений, специалистов в области реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих психоактивное вещество. Следующий слайд, пожалуйста. И для обсуждения актуальных вопросов мы приглашаем в качестве экспертов, профильных специалистов, клинические психологи, врачи, наркологи, сотрудники реабилитационных центров, представители органов исполнительной и законодательной власти, журналисты, представители общественности, молодежных движений и религиозных конфессий. Обсуждаемые темы в первую очередь не столько связаны с криминализацией данной проблемы, сколько с вопросами первичной профилактики, позитивной мотивации лечения и реабилитации. Передачи имеют ярко выраженную антинаркотическую направленность и предусматривают широкий перечень разнообразных вопросов информационно-разъяснительного характера. Цикл передач превентивной направленности рекомендуется экспертами для использования при организации антинаркотической профилактической работы среди молодежи. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ряд передач были посвящены совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере незаконного оборот наркотиков, модернизации наркологии в России. В ряде передач говорилось о применяемых методиках лечения алко- и наркозависимых лиц, а также существующих реабилитационных проектов и работе направленных на ресоциализацию выздоровающих. Освещались вопросы связанные с психологией в семье, роли родителей в воспитании детей, философии здорового образа жизни, данной полезной рекомендацией школы эффективного родителя. В передачах подробно освещаются вопросы первичной профилактики, делаются акцент на позитивной составляющей ориентиров для молодежи и раскрывается стратегия и тактика проведения данной деятельности. Следующий слайд. В 2014 году данный проект стал лауреатом 19-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радунишка» уникальный антинаркотический просветительский проект года. И вот на сегодняшний день в эфир вышло более 50 радиопередач и 30 телепрограмм. И отдельно бы здесь я хотел остановиться на взаимодействии с МГТУ имени Баумана, потому что совместно мы подготовили более 10 радио- и телеэфиров, в которых подробно освещается положительный опыт ВУЗа, организация молодежного волонтерского движения, инклюзивного обучения студентов, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. И вот я благодарен, что по инициативе Семикина Геннадий Ивановича и Миронова Алексея Сергеевича цикл передач включен в учебную программу профилактики адъективного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования. Следующий слайд. Учебно-методический Центр здоровья сберегающий технологии профилактика наркомании в молодежной среде умело использует возможности современных гаджетов, в учебном процессе аккумулирует полезную информацию с использованием интернет-ресурса, при этом обладая возможностью оперативно корректировать предложенные для изучения темы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот все это грамотно используется при организации учебного процесса в рамках курсов повышения квалификации. Сегодня более полутора тысяч слушателей с учетом особенностей географии России имеют возможность оперативно и удобно изучать методические материалы. Теперь качественный продукт стал доступен, более доступен для каждого заинтересованного специалиста в соответствии с его запросом. Информация адресно дойдет до каждого вплоть до учителя сельской школы. Следующий слайд, пожалуйста. радиопередачи уже не первый год эффективно используются воспитательные работы проводимые среди личного состава военнослужащих. Как правило это происходит через радиоточку во время чистки оружия или парка хозяйственного дня. Важно здесь то, что качественный методический материал теперь стал доступным для любой воинской части в самом даже отдаленном гарнизоне. При этом каких-либо финансовых затрат здесь не требуется. Следующий слайд, пожалуйста. Со всеми телерадиоэфирами можно ознакомиться на сайте Радио Радонеж в программе Рай истинный ложный и радио и видеосылки версии здесь указаны на слайде. Кроме того, с 15 года радиопередача выходит в эфир еженедельно по четвергам, которые можно прослушивать на сайте Радио Радонеж либо на частоте FM-диапозора. Это только подчеркивает системность нашей работы. Ну и в заключение я хочу сказать, что в нашем цикле к сожалению передач пока еще нет которые посвящали вопрос профилактики табакокурения и пассивного курения. И уважаемая Галина Михайловна, вот знаю вашу принципиальную позицию по данному вопросу, я как автор и ведущий вот этих передач приглашаю вас на нашу программу, чтобы осветить и эту правду. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Не знаю, как Галина Михайловна, нам очень понравилось. Есть вопросы, коллеги? Спасибо. Владимир Ильич, я извиняюсь, я должен сейчас покинуть такой интересный форум, на Лигу должен. Хорошо, но кто-то вместо вас остается? Да, здесь сотрудники нашего центра есть. А, в резолюцию я бы хотел включить важность просветительской работы. Потому что вот все, что здесь докладывалось, очень два интересных доклада, но они должны дойти до потребителя. Да, они должны широкую аудиторию получить. Это важно. И вот грамотная просветительская работа, она позволит усилить нашу общую работу. Спасибо. Спасибо. Тогда Алексей Юрьевич Колгашкин, представитель тоже научно-исследовательского института наркологии. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, мне хотелось бы обратить внимание, что сегодня мы с вами собрались в ознаменательный день. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, в связи с этим не смог принять участие в сегодняшней конференции один из авторов этого доклада Алексей Валентинович Надеждин. Как раз сейчас он в информационном агентстве России сегодня проводит пресс-конференцию совместно с Виктором Петровичем Ивановым Виктором Петровичем Кикилице Но тем не менее мы не могли пропустить такой важный форум, который проходит сегодня и поэтому в рамках обсуждения создания безопасности среды детства представим сегодня свой доклад о проблемах подросткового курения в Карасине. Следующий слайд, пожалуйста. Естественно изучать проблему невозможно без ее мониторинга. Мы должны знать с чем нам приходится бороться и какой объем тех сложностей которые перед нами стоят. В связи с этим большое значение имеет мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака. В предыдущих докладах уже говорилось что исследования такие на территории Российской Федерации проводятся. К сожалению этих исследований явно недостаточно но тем не менее определенную картину они создают и одним из наиболее важных и показательных инструментов которые есть у нас в этой области это исследование европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам здесь про них уже говорилось я скажу немного подробно следующий слайд пожалуйста это исследование действительно проводится с 95 года с периодичностью раз в 4 года блок табака там достаточно небольшой но тем не менее показательный и очень интересно что новое исследование планируется к проведению в этом году и интересно какие результаты оно покажет потому что с момента последнего исследования 2011 года как вы знаете у нас произошли достаточно большие изменения в законодательстве и работа против потребления табака среди учащихся заметно активизировались и вот что же показало исследование по данным 2011 года это во многом подтверждает то что было сказано в предыдущей презентации следующий слайд пожалуйста да действительно учащиеся городом Москвы в возрасте 15-16 лет в 2011 году курили очень много 61% и как уже действительно говорилось что может быть является несколько неожиданным курение среди девочек превосходило курение среди мальчиков незначительно как вы видите у мальчиков это 61% у девочек 62-3 но тем не менее показатель статистически значимый показатель очень любопытный но сама общая тенденция следующий слайд пожалуйста внушает определенный оптимизм этот слайд вы уже видели он отмечает что с 1999 года по 2011 год все-таки замечается значимое снижение курения среди учащихся школ почему так происходит однозначного ответа нет но я попробую вернуться к этому вопросу немного дальше в своем выступлении потому что существует определенная гипотеза на этот счет говоря о курении мы не должны забывать и о таком феномене который к сожалению получает у нас достаточно широкое распространение как не курительные табачные изделия следующий слайд пожалуйста наиболее популярным продуктом является естественно не шведский слюс а на свадь поступающий к нам из республик Средней Азии он действительно достаточно популярен он достаточно легко доступен если вы выйдете например из станции метро киевская то с 85% вероятностью вам предложат прямо там же у станции запастись на свадь ну и как мы знаем в школах он тоже приобретает определенную популярность и следующий слайд пожалуйста исследованию этого феномена до сих пор уделяется достаточно мало внимания но наверное целесообразно включение вопросов о потреблении некурительных табачных изделий в анкеты при исследовании табак курения несовершеннолетних есть ряд исследований которые заставляют предполагать что начав с названия то есть с табака жевательного человек затем достаточно легко и просто и подросток в том числе переходит к табаку уже традиционному курительному что естественно нельзя назвать позитивным развитием события следующий слайд пожалуйста здесь уже говорилось о том что одним из основных фактов есть вовлечение в курение детей поскольку мы говорим сегодня именно о детях является семейное курение если вся семья курит подростку очень сложно сопротивляться такому давлению потому что в семье он все-таки проводит значительную часть своего времени к чему привык пассивное курение детей следующий слайд пожалуйста во-первых ребенок привыкает к воздействию дыма содержащегося никотина снижается порог первой порог он понимает что в сигаретах нет ничего страшного если курит отец если курит мать ему как бы сказать на роду написано тоже придерживаться такого же поведения ну и сами родители демонстрируют тем самым социальную допустимость курения то есть например российским законодательством предусмотрено что родитель наливающий своему ребенку вино за прачивым столом является нарушителем действующего законодательства то прокурение никаких таких законодательных норм у нас к сожалению не предусмотрено и следующий слайд пожалуйста программа направлена на предотвращение пассивного курения в рамках семьи реализуется недостаточно активно вообще у нас как бы сказать с профилактическими программами дело обстоит не очень хорошо а уж с программой конкретно нацепленной семьи вообще плохо поэтому следующий слайд пожалуйста естественно нуждается в усилении углубления информационное воздействие поддерживающего семью в рамках с табаком и как показывают исследования кстати сказать если мы проводим антитабачную кампанию мы должны есть выдвигать какие-то доводы в пользу отказа от табака так вот довод о том что не надо курить поскольку это плохо сказывается на вашем здоровье на взрослого человека как выяснили ученые действуют достаточно слабо ну сказывается и сказывается а вот то что своим курением он наносит вред своим детям является намного более сильным мотивирующим планом так что наверное надо все-таки ориентироваться на здоровье детей ну хотя при этом тоже не стоит перегибать палку наверное многие из вас видели появившиеся несколько лет назад на московских улицах блокад курения еще большая пытка для него когда был нарисован ребенок грудного возраста у которого тушили сигареты да конечно блокад эффектный да блокад как-то задевает всех увидевших но в ту ли сторону так сказать он их задевает поскольку изображение показанное на нем было настолько скажем так жестким что позитивный посыл о том что курить при детях все-таки не надо он отвергался человек видел затушенную сигарету об ребенка отворачивался и проходил в нем жесткая подача подобного сообщения возможно покажите пожалуйста следующий слайд вот это достаточно известная аргентинская компания против курения она конечно тоже вызывает неприятные эмоции но тем не менее все-таки человек глядя на эти фотографии способен воспринимать и тот профилактический посыл который в них заложен теперь хотелось бы немножко сказать о том есть ли у нас вообще постоянно действующий профилактический проект следующий пожалуйста да есть несколько сериалов проектов это в первую очередь так здорово поддерживающие поддерживаемые министерством образования конфедерация охраны прав потребителей проект российской антитабачной коррекции и интернет проект у нас не курят быстренько покажите следующие четыре слайда первый это как раз атака второй это комфоб третий это проект Минздрава который является пожалуй одним из наиболее активно действующих профилактических проектов в разных областях охраны здоровья в том числе и повреди с табаком и проект у нас не будет поскольку мы говорили говорим о безопасной среде детства естественно нам необходимо затронуть вопрос профилактических программ в школах нельзя сказать что их нет совсем ну во первых их достаточно мало из крупных программ вот можно вспомнить вот такие соревнования классов от курения в 2010 году в Санкт-Петербурге и не куру в Москве то что такие программы есть это очень хорошо но не за все поскольку следующий слайд пожалуйста программа рассчитана на учеников шестых седьмых классов что соответствует 12-14 летнему возрасту да мы знаем что у нас могут закурить из 9 лет но в этом возрасте все-таки как правило курят табачные изделия значительно меньше сон несовершеннолетних программы и об этом уже говорила Галина Михайловна декларирует право ребенка принимать самостоятельное решение курить или не курить и изменить в таком возрасте ребенку сложно принять аргументированное самостоятельное решение я думаю что многие из присутствующих еще могут вспомнить себя в 14-летнем возрасте часто ли вы действовали разумно и осознанно про себя такого сказать не могу если у вас это получалось могу вам только позоветовать кроме того программы помогают подросткам сформировать эффективную аргументацию в отстаивании своего желания курить если я курю значит это я делаю правильно стоит ли нам снабжать подростков дополнительно аргументации неизвестно скорее всего на ней все-таки нет существуют ли какие-то методы профилактики с доказанной эффективностью есть такое крупная европейская организация европейский мониторинговый центр по изучению зависимости от наркотиков который собирает в том числе информацию об борьбе с курением в европейских странах на интернет-портале этой организации есть такой маленький раздел который называется наилучшие решения так вот что касается наилучших решений в области противодействия табаку эффективность которых была действительно доказана исследованиями что мы можем отметить следующий слайд пожалуйста семейной профилактики это охват профилактической деятельности всех членов семьи взаимодействие семьи и школьных учителей следующий слайд профилактика среди учащихся к сокращению курения приводят профилактические интервенции выполняемые сверстниками то есть если приходит врач средних лет и начинает что-то рассказывать о вреде курения как бы он хорошо ни говорил эффект будет достигнут но возможно не в такой степени когда пришел бы просто сверстник и сказал добро сайте эту ерунду смотри на меня я не курю смотри я такой веселый хороший для меня девушки следующий слайд пожалуйста профилактика среди населения компаний в средствах массовой информации проводимые в сочетании с профилактическими мероприятиями в учебных заведениях и по месту жительства мы часто говорим что профилактические компании не работают да наверное они работают не так эффективно поскольку компания сама по себе не может принести значимый эффект она должна реализовываться в комплексе мы должны обеспечивать как бы сказать позитивное давление среды на подростков которых мы хотим отучить от курения и вот здесь вот я хотел бы напомнить тот слайд на котором демонстрировались данные спада о снижении количества курящих подростков чем это можно объяснить знаете наверное это можно объяснить тем что курение равно как и потребление алкоголя постепенно становится немодным человек и в том числе подросток начинает понимать что куряя и выпивая он не сможет достичь тех успехов в жизни на которые он мог бы рассчитывать и здесь говоря о профилактических программах мне хотелось бы сказать об одном мифе следующее слово пожалуйста готовы профилактические программы как правило у нас их авторы говорят о том что надо дать людям с которыми мы проводим эту профилактическую работу задуматься вот они задумаются вот они все поймут и потом они начнут действовать совершенно правильно просят пить курить и вообще вести рискованный образ через него нет к сожалению это не работает значит человек достаточно часто действует неразумно достаточно часто действует инструктивно поэтому успешно профилактических программах если мы хотим чтобы она была успешной мы должны пытаться создать стереотип инстинктивного отказа мы должны просто помочь человеку в критический момент когда когда ему в ту долю секунды когда ему предлагают закурить когда ему предлагают попробовать на свой попробовать спайс или еще что-то такое он совершенно инстинктивно и не задумываясь ответил нет как как этого добиться добиться этого можно но сложно поэтому проведение эффективных и разработка эффективных профилактических программ это одна из сложнейших задач которую нам еще предстоит решить но следующий слайд пожалуйста как написано на этом танкере безопасность превыше всего поэтому не курите спасибо спасибо большое есть вопросы пожалуйста микрофон возьмите на кнопочку я слышу на кнопочку давайте я просто вот так вам услышу Юрий Чайников аналитический центр феникс красав вы по кругу слайдов обратили внимание что появляется много разных других форм потребления и озвучили мысль что включение вопросов про эти формы потребления является актуальным вопросом сейчас я бы хотел подчеркнуть важность этого момента в том числе и потому что подростки про которые мы сейчас говорим очень подвержены моде краткосрочная мода на новое название на новую смесь на что-то другое на что-то новое происходит очень динамично последние годы все более и более одинорично а мы как взрослые и особенно как государственные органы весьма консервативны в своем фокусе внимания и в его переключении с одной формы на другой я бы хотел обратить внимание и попросить так или иначе отразить эту мысль в финальном документе что органам контроля и манифорен ситуации очень важно правильно переключать фокус внимания спасибо спасибо вам это не вопрос да это разговор диалог спасибо большое тогда спасибо большое Илья Григорьевич Хассис врач-нарколог специалист в сфере профилактики зависимого поведения представитель московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы пожалуйста я бы хотел отчитаться о совместной работе совместно с с научно-практического центра наркологии значит с начала года по договору совместных деятелей с научно-практическим центр проводит курс лекций семинаров и практических занятий по поводу борьбы с собакой курением отказа отказа от курения именно отказа от курения на самом деле достаточно интересная работа цель работы первой это сформировать ну во-первых объяснить обучающейся молодежи суть проблемы суть тех поражений которые происходят во время употребления психоактивных веществ конкретно мы говорили о никотине в данном случае ну и второе помочь сформировать им достаточно такой правильный образ жизни альтернативу к какому-то адективному поведению к какому-то асоциальному поведению попытаться помочь им разобраться в том что их может как бы ну столкнуть что-нибудь привести вот к этому употреблению как от этого уйти значит мы значит провели несколько лекций целевая аудитория наша это обучающаяся молодежь это студенты ну какие-либо непоумные значит характерные особенности этой аудитории это большая интенсивность умственного труда большая нагрузка это первое и второе все-таки это студенты которые попали в большой мегаполис где идет такой ритм жизни не совсем привычный для них опять же вот особенности этой целевой аудитории то что достаточно большой уровень образования и что нам удалось это объяснить вред воздействия психоактивных веществ буквально на физиологическом и биохимическом уровне для них это было понятно второе нам удалось попробовать помочь им сформировать какой-то свой социум который ну как бы объяснить что в жизни без зависимости гораздо проще да жизнь вот интересней сформировать сформировать такой образ что здоровый образ жизни гораздо более как бы интереснее продвинуть нежели там жизнезависимость с другой стороны мы помогли найти правильный подход к решению некоторых проблем которые у них возникают в тот момент когда идет допустим интенсивная нагрузка во время учебы или во время каких-то там жизненных обстоятельств что можно найти какие-то альтернативные выходы из создавшихся их ситуаций для того чтобы ну как-то расти и уходить принимать более здоровые активные позиции здоровый образ жизни значит чего мы достигли первое что нам понравилось да сами студенты задавали некоторые темы наших лекций помимо табакокурения мы еще обсуждали водовые стимуляторы такие как кофеин и там прочие вещества которые могут встречаться в гряду разбирали тонкости воздействия на организм и еще обсуждали темы непосредственно вот как бы противостояние психоактивным веществам непосредственно какой-то новый образ жизни в частности у нас были примеры когда подходили студенты с конкретными задачами и помогали сформировать какую-то новую позицию в жизни для того чтобы можно было бороться непосредственный пример был когда подошел студент и объяснил ситуацию что в его среде он бросил курить но в его среде очень много осталось курящих ему как бы тяжело реагировать так как он остался в своей среде на что индивидуально выработали для него определенную позицию определенную форму поведения после чего ему проще стало жить не утверждаться в своей позиции что он не курящий что он отказался от психоактивных веществ в данный момент значит мы занимаемся продолжаем как бы те люди которые к нам обратились за помощью в отказе от курения мы продолжаем работать с ними уже кстати большая благодарность руководству на диван предоставлены возможность работать во первых это технически мы работали на территории МГТУ аудитория была сейчас мы продолжаем работать как бы на своей территории на территории Московского научно-практического центра обратившиеся к нам люди приезжают за консультациями дальше работают по проблемам и планы на будущее как бы с сентября месяца мы начинаем новый цикл лекций для новых студентов это борьба с никотином борьба с бытовым методом даже я бы сказал не борьба у нас немножко такой подход что мы стараемся объяснить обучающейся молодежи все-таки это уже не подростки а люди там 20-25 лет это более зрелые люди объяснили с чем они имеют дело и вот я может быть повторяюсь нам повезло с аудиторией дело в том что достаточно грамотные и образованные ребята да молодежь которые задают очень интересные вопросы и направляют нашу работу они задают как бы темы наших лекций что им интересно в этой жизни мы исходим из этого и приходим к ним с этим допустим обращение с бытовыми стимуляторами это было непосредственно их идея чтобы мы им рассказали что это с сентября месяца начинаем новый цикл лекций семинаров и психо-каркетической работы совместная деятельность благодаря сотрудникам именно кафедры МГТУ имени Бауна они проводят групповые работы мы занимаемся индивидуальной работой вот собственно говоря все о том что мы пытаемся делать спасибо и спасибо за ваше сообщение за вашу практическую работу вопросов нет Игорь Григорьевич спасибо Мадина 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 Худышева психолог лаборатория психологической поддержки студентов МГТУ имени Баумана пожалуйста Добрый день Я хочу рассказать о том какую работу ведет наш центр со студентами по профилактике табакокурения и адекции В 2012 году на кафедре валиологии был создан центр психологической поддержки и здоровья студентов Основной целью для создания нашего центра была потребность и необходимость в оказании психологической поддержки студентам которые сталкиваются с различными трудностями помощь в адаптации первокурсникам и также в последние 2-3 года мы очень активно занимаемся именно профилактикой наркомании и табакокурения Работа специалистов нашего центра по профилактике табакокурения ведется по нескольким направлениям Это тематические лекции которые направлены на формирование стремления к здоровому образу жизни отказу от вредных привычек В процессе занятия мы преподаватели центра мы не агитируем студентов вставай бросай курить мы стараемся до них донести информацию которую владеем мы стараемся вести с ними беседы и дискуссии о том почему нужно бросить курить курить в молодежной среде не модно по крайней мере вот мои личные ощущения за последние несколько лет как мы работаем со студентами основная тенденция бросают курить действительно понимают что это вредно в чем студенты действительно очень любят эти занятия эти лекции мы обсуждаем как помочь близким кстати действительно очень много вопросов сейчас становится именно о том девочки обращаются как помочь чтобы своей маме бросить курить как бросить любимому человеку бросить курить и мы кстати рекомендуем обращаться вот к Лею Григорьевичу кстати тоже мы их направляем он очень помогает в этом плане и собственно сами разговариваем о том предлагаем различные варианты способы как помочь близким захотеть бросить курить также в рамках индивидуальной консультации наши специалисты ведут занятия со студентами различные групповые тренинги тоже направлены на профилактику табакокурения если вот например выделить общий круг вопросов по самому нашему центру с какими проблемами к нам обращаются студенты круг конечно очень большой это самый большой это проблема в учебе второй круг это личные отношения так как у нас молодежь обучается и большие проблемы с табакой с профилактикой табакокурением наркомании хотя у нас конечно нужно сказать студенты действительно наверное они особенные или просто мы их так очень любим они мало курят практически не употребляют алкоголь и наркоманов мы отсутствуют потому что иначе им сложно учиться если например студенты употребляют наркотики они просто физически не выдержат те нагрузки которые собственно существуют в нашем университете в нашем центре оборудован фитнес-зал созданы все условия для того чтобы дети занимались именно здоровым образом жизни чтобы им это нравилось в котором собственно специалисты проводят различные занятия для студентов также существует конференц-зал в котором проводятся занятия больших групп и собственно то что Илья Григорьевич уже говорил каждый четверг в нашем центре конференц-зале специалисты проводят лекции курс цикл лекций называется живая психология для того чтобы студентам рассказывали о профилактике табакокурения наркомании различных аспектах жизни мы приглашаем различных специалистов лекции у нас читают и Миров Алексей Сергеевич Хасис Илья Григорьевич Простокишин Александр Михайлович Лазарев Сергей Викторович и другие специалисты также для студентов имеется специальная комната которая предназначена для релаксирующих занятий то есть там в ней стоит специальное оборудование Диснет это огромное спасибо руководство нашего вуза и нашей кафедры которые сделали такой подарок и нам и студентам благодаря которому мы можем проводить релаксирующие занятия занятия направленные на скажем навыки саморегуляции на расслабление снятие стресса за студентов что особенно востребовано конечно во время сессии а также на помощь при борьбе с различными зависимостями в частности для профилактики табакокурения мы используем программу автогенных тренировок бросаем курить также в центре поддержки здоровья и психологической поддержки студентов у нас накоплена достаточно большая подборка документальных фильмов по профилактике табакокурения и о детстве причем после каждого просмотра фильма мы обязательно проводим беседу мы обсуждаем то что дети увидели мы спрашиваем их минусы плюсы потому что минусов тоже как вы понимаете бывает много иногда такие документальные фильмы которые говорят это не работает на студентов это ну бесполезно нам это показывать и еще мы используем один способ после обсуждения и просмотра ребята пишут свои рецензии причем пишут анонимно и поэтому мы доверяем тем рецензиям которые мы читаем еще есть одно очень важное мероприятие которое мы ежегодно проводим 31 мая студенты бауманги волонтеры нашего университета вместе с центром мы каждый ежегодно проводим акцию бросаем курить вместе во время проведения мероприятия волонтеры бауманцы агитируют студентов причем равные равного отказаться от вредной привычки активисты собственно становятся сами примером для окружающих большинство из них сами не курили или например что особенно конечно ценно и важно если был опыт когда студент бросил курить то он может рассказать о собственном опыте наши волонтеры в специальных футболках с символикой здоровой инициативой работают в местах для курения в общежитиях на улице потому что у нас так скажем можно сказать студенческий городок здесь очень много студентов они просто на улице подходят спрашивают если возникает желание мы приглашаем их в центр провериться возможность пройти тест на определение степени никотинов зависимости по опроснику фигерстрема причем ребятам это действительно очень интересно после обследования проводится беседа профилактическая с ребятами отвечают на вопросы если у них возникают какие-то по ходу процессы и так далее также в это же время проводится демонстрация фильма который ребята смотрят нужно сказать что в течение всего дня мы с утра начинаем работать и до вечера посещает это мероприятие более 120 студентов причем нужно отметить что я не могу сказать что каждый год у нас обязательно один студент в этот день бросает курить но то что такие случаи были это точно то есть по крайней мере они это говорили мы конечно не следим и не мы не можем проверять но многие ребята задумываются точно много но обещают бросить некоторые помимо такой же годной акции которую мы проводим у нас еще бывают оздоровительные мероприятия их очень много традиционные кроссы они у нас проходят осенью и весной в Измайловском парке чемпионаты по страйкболу на кубок фейска на России лыжный забег и еще много оздоровительных мероприятий которые скажем так отвлекают ребят от курения и делают здоровый образ жизни модным и еще один момент очень важный скажем так не один преподаватель нашей кафедры не курит поэтому мы с чистым сердцем с чистой душой говорим ребятам о том что это вредно мы их не обманываем и поэтому скажем так пример есть кого брать еще у нас существует этого преподавателя да все преподаватели нашей кафедры и последнее что я хочу сказать для всех студентов у нас есть телефон доверия по которому они в любое время рабочие могут позвонить поделиться своими проблемами задать какие-то вопросы или чаще как правило бывает они записываются на индивидуальную консультацию спасибо за внимание спасибо большое я не знаю будут ли вопросы спасибо большое но удивительно я думаю что наш круглый стол заслуживает самой высокой оценки потому что он начался очень серьезно и казалось бы о таких серьезных научных вещах фундаментальных мы рассуждали и закончился очень прекрасным сообщением о том что происходит в университете имени Баумана но собственно все три дня работы конференции мы много очень слышали о том что здесь происходит и как действительно здесь создана безопасная образовательная среда и все студенты готовятся не только стать инженерами или другими специалистами в других областях но стать прежде всего здоровыми людьми и относиться ответственно к своему здоровью и к своей жизни это очень важно и я думаю что многие представители которые здесь были на конференции они по-хорошему завидовали студентам которые учатся в таком замечательном университете где есть такая система и так все продумано ну понятно что все те предложения которые сегодня прозвучали они будут озвучены прописаны в нашей заключительной резолюции которые в свою очередь будут направлены во все регионы во все образовательные подразделения и так далее с тем чтобы определить ну вот на этот ближайший год основные задачи в том числе и задачи по профилактике в деятельности по работе по профилактике против табака курения спасибо большое вам всем сегодня у нас сейчас еще одно небольшое но очень приятное интересное мероприятие как уже звучало сегодня день необычный сегодня международный день борьбы с наркоманией с незаконным оборотом наркотиков и в этот день традиционно уже десятый раз подряд да десятый раз университет имени Баумана запускает автопробег в этом году этот автопробег пройдет до города Астрахани и связан он как раз с агитацией в хорошем смысле за здоровый образ жизни и с профилактикой против всех асоциальных явлений которые бывают в образовательной среде но слово для того чтобы все конкретно объяснить я предоставляю Алексею Сергеевичу Миронову начальнику штаба автопробега пожалуйста еще раз добрый день уважаемые коллеги друзья наши студенты сегодня действительно интересный день и традиционно те кто занимается вместе с учебно-митейским центром здорово-сберегающей технологии которые возглавляет Дмитрий Иванович те кто работает у меня те кто работает с Вадиной Руквановой Инной Викторовной вы все прекрасно знаете что сегодня это как бы в нашей работе день подводит итоги годичной учебной работы где мы все не только учились но и участвовали активно в мероприятиях направленных на пропаганду наших ценностей здорового образа жизни и профилактику наркомании это очень сложная работа и когда начинали эту деятельность действительно стал вопрос мы взрослые мы ученые кандидаты докторанов профессора мы все это знаем как подать но не всегда на выходе результативно мы могли оценить те достижения которые указаны были в целях наших мероприятий и вот только после того когда было создано на базе Московского государственного технического университета волонтерское движение здорового инициатива только тогда мы поняли что это наиболее эффективная форма профилактической деятельности когда сами ребята сами студенты организуют начинают проявлять активность не только в учебной мозговой деятельности но и в общественной значимой тем более потому что как оказалось Владимир Акрухман очень грамотно сказала что действительно в этой акции брось курить когда студент подходит в курилку к своим же друзьям и говорит ребят не хотели бы задуматься о том как брось курить это очень сложно они приходили потом говорят может я в другом месте поучаствую нет вот именно проходя такую школу мы поняли что волонтерство взрослеет становится серьезным и убедительным а мы педагоги преподаватели только лишь создаем условия чтобы это движение развивалось чтобы каждый мог проявить себя инициативно и вот в 2005 году когда волонтерская организация только формировалась у нас в конце учебного года был крупный стол вот как сегодня 26 июня мы раздавали ленточки у нас на перегрестке госпитальном напротив общежития студенты сказали что мы хотим вот себя увидеть со стороны потому что одно дело мы круглые столы проводим внутри вуза мероприятия одно дело мы хотим выйти за пределы потому что к этому времени мы наработали очень теплые отношения с другими вузами вот и мы собрались с этими вузами и вот на перекрестке госнаркоконтроль сделал ленточки медицинское образование нам помогло с методическими материалами и таким образом ребята на перекрестке в пробках начали раздавать наши ленточки в день международной борьбы с наркоманией с просьбой о том чтобы поддержать студенчество в борьбе с наркотиками всем очень понравилось каждый мог себя проявить потому что за минуту стояния на светофоре он должен был объяснить человеку что происходит не напугать его не испугать вот поэтому вот такие коммуникативные акции они приводят к тому что человек сам начинает осознавать как это сложно убедить человека не попасться на удочку наркогилеров и вот тогда в конце учебного года один из наших активистов-студентов предложил поучаствовать в такой же работе еще и в других регионах почему? потому что на такой же конференции как и сегодня многие из регионов представители участники делегата съезда сказали как бы нам ваши деятельности познакомиться поближе не могли бы вы к нам приехать ну конечно командировать было сложно учебный процесс вот и мы придумали с ребятами вот такую форму демонстрации своего опыта изучения того что хорошее происходит в регионах через автопробег вот я очень благодарен руководству Министерства образования и науки Федеральной службы по контролю забору на наркотик которые быстро людей подхватили и нам проще стало с организационной точки зрения потому что проезжая по регионам это очень большие проблемы со службой КАИ это большие проблемы с организацией для того чтобы в городе правильно никому не мешать потому что все-таки это колонны да вы понимаете вот здесь администрационная точка опоры нашлась в лице этих двух министерств ну и потом подключилось Министерство здравоохранения потому что по содержанию насыщенности автопробег стал содержательной формы обмен опытом и как обмен опытом без представителей наркологов да вот сегодня Хасий Илья Григорьевич отвечал в смысле выступал и вот мы договорились что следующий автопробег он уже под нашими флагами идет будет организовать взаимодействие с нашим студентом с наркологической службой таким образом наши автопробеги становятся не просто содержательными интересными но и очень знаковыми их уже ждут студенты те кто попадает в экипаж в экипаж попадают люди которые в течение года активно принимали участие во всех наших мероприятиях за три дня конференции мы поняли что их очень много проходит тематических в большей степени они направлены на пропаганду ценностей здорового для жизни в меньшей степени наверное конкретное какое-то там отклонение но в большей степени все-таки мы не говорим о проблеме мы говорим о том как сделать себя современно модным используя технологии здоровоисберегающих линий и вот здесь мы уходим от слов наркотики там табак а показываем как себя проявлять в хорошей жизни но естественно когда Матина Романовна говорила о документальных фильмах в слайде там действительно есть очень много того что часто повторяясь делает скрытую рекламу и пропаганду поэтому основной упор в автопробеге это на то чтобы показать себя как здорового грамотного инициативного специалиста а не просто студента-волонтера потому что за год вращаясь в мероприятиях он уже категориальный аппарат осваивает он же может разговаривать терминами которые понимают и специалисты и в том числе так как сверстники с ним понимают и его друзья коллеги сверстники из других регионов первый автопробег у нас состоялся в Архангельск почему? потому что тогда губернатор Архангельской области присутствовал на одной из наших конференций и увидел это движение волонтерское подошел сказал ребята я бы хотел чтобы вы как-то приехали к нам может быть я помогу с организацией и организуем встречи с нашей молодежью в Архангельске вот так родилась идея первой поездки в Архангельск мы проехали естественно составили маршрут через города Ярославль Вологда Череповец и в этих городах Министерство образования и науки после того как мы согласовали эти поездки и действия вместе с госнадконтролем организовали нам взаимодействие вузов которые находятся в этих городах и территориальных подразделений госнадконтроля по месту следования автопробега нас везде встречали у нас уже были запланированы встречи а также спортивные оздоровительные мероприятия мы решили пропагандировать не просто профессиональные виды спорта это и так понятно есть министерство которое этим занимается мы пропагандируем то что доступно любому студенту это в основном дворовые виды спорта мини футбол уличный баскетбол альтимат фрисби ментон и так далее и вот в нашей колонии какого-то вида спорта где мы часто используем турнир здоровая инициатива и вот после и идет название вуза или организации которая нас встречает очень интересно проходят эти мероприятия и самое главное что волонтер становится осознанно начинает осознанно понимать что он уже не просто студент или волонтер он субъект этой профилактической деятельности его начинают служить ему задают вопросы одно дело он сидит на мероприятиях как почетный гость одно дело он уже отвечает на вопросы и самое главное тяжелый момент это когда направляется камера на человека вот одно дело в курилке или еще где-то там агитировать как бросить курить одно дело на камеру отвечать на вопросы или ввести диалог но зато после этих автопробегов в течение года студента уже не надо агитировать потому что он сам рвется в новые мероприятия давайте это проведем вот помните вы были в Вологде а там вот это нам понравилось и у нас вот как Матерман сказал каждый четверг в 12 часов в центре здоровья проходит такой семинар круглый стол где мы обсуждаем новые проекты которые у себя реализовывают и таким образом вот новые мероприятия которые понравились попадают в сетку сетка это перечень мероприятий которые мы проводим на сайте который был создан при поддержке Министерства образования и науки monbmsu.net как раз и есть история этих мероприятий есть методические материалы которые отскарированы в формате PDF можно смотреть скачивать и пользоваться ими вот таким образом после сегодняшней трехдневной конференции еще поток информации там будет выложен те кто не смог попасть на конференцию мы объективно понимаем потому что это трудности с проездом с оплатами но информационно никто не останется вне этого поля так как действительно в свое время еще работая в правоохранительной системе я понимал что просто так ссылки на интернет нельзя делать ведь должно быть экспертное сообщество понимает что мы показываем и вот теперь у нас опыт работы центра здорово-сберегающей технологии позволяет им вот с помощью этих автопробегов мы наладили взаимодействие с территорией теперь все знают что мы приезжая в другие города привозим наработанный свой материал это и методический материал это и фильмы и все что может а там забираем лучшее что у них есть которое используется на мероприятиях таким образом сформировали свою фонотеку свою методическую библиотечку и где присутствуют все территориальные подразделения как органов по работе с молодежью органов управления образованием и органов наркоконтроля вот это уже мы смело вывешиваем на сайт потому что оно пройдено экспертное сообщество и одобрено министерством потому что когда кто-то написал свое творение чудесное может он и хорошее но если не оценить его с точки зрения профессионализма иногда получаем то что мы не хотим это скрытая реклама и пропаганда ведь есть закон 6.13 административный кодекс как раз об этом пишет но когда об этом говоришь я и не знал у нас часто рефераты приносят сплошь и рядом статья 6.13 одни шприцы одни показы способов введения и так далее это все плохо это все это искренне но с точки зрения законодательства и с точки зрения психологии не всегда это действует вот когда мы добрались до Архангельска у нас стал вопрос когда была мощная пресс-конференция и после этого нас попросили разобрать всех наших участников автопробега по аудиториям поговорить совсем большая была аудитория которая нас встречала и студенты оказались вот как сегодня президиум во главе этого круглого стола во главе этого президиума ну естественно почувствовав себя в образе руководителя отвечая на вопросы после этого к вечеру мы их не узнали потому что им уже вот это не нужно было они уже следующее мероприятие планировали завтра это же была подстава нет это не подстава мы приехали для чего показывать опыт изучать а как иначе вы хотите опять со стороны походить посмотреть потом доложить что успешно нет и вот теперь мы сначала подумаем что все следующий автопробег мы не найдем желающих наоборот их стало еще больше потому что эти люди приехав сюда в Москву придя 1 сентября на занятия они себя чувствовали гораздо увереннее потому что вот эта социальная отработка навыков которые получили в учебном процессе помогает им учиться если раньше например мы искали свободное время для того чтобы заняться внеучебной работой то сейчас его не надо искать потому что чем меньше свободное время тем они эффективнее отрабатывают свои технологии вот ну и так сказать завершая свое выступление хотел бы сказать что 10 автопробегов прошли по многим городам это единство что мы пока еще далеко не ездили самый дальний автопробег оказался в том году до Крыма но вы понимаете что мы не могли не отреагировать на те приятные события для нашей страны для наших соотечественников когда Крым присоединился и мы изменили навигацию вот этого маршрута но самое главное то что опять же представители месерства образования и госмарконтроля помогли технически выполнить потому что это переправа там можно было простоять 3 или 4 дня но нам помогли с автопробегом перебраться и вот действительно в Крыму мы увидели большую разницу потому что до этого 8 раз мы проехали по городам нашей страны где-то лучше опыт где-то хуже но везде есть есть что посмотреть но когда мы приехали в Крым смотреть нечего было одни родители плачущие потому что там на метадоне держали всех вот никаких профилактических программ там вообще не реализовывалось ну то есть получилось так что мы все показали все привезли у нас вычистили все багажники даже простую газету которые мы сами где-то буквально забрали вот поэтому действительно после этого мы поняли что нам надо расширяться и надо привлекать ребят с Крыма сюда поэтому мы теперь планируем и страйкбольные турниры там потому что страйкболисты это наши друзья-коллеги где команда при поддержке ФСКН России и Баунок и участок этих турниров приезжая туда мы проводим мероприятия а в рамках него вот такие тематические семинары и круглые столы и конечно же вот как итог могу сказать что сегодняшний десятый автопробег я сейчас хочу предоставить слово Галина Турниумысиной она более подробно расскажет как почему родилась идея поездки в Астрах прошлый автопробег был приурочен к 69-й годовщине победы Великой Отечественной в Великой Отечественной войне и годовщине освобождения Крыма от фашистских захватчиков слово предоставляется Галина Турниум Уважаемые коллеги познакомлю собственно с маршрутом по которому мы проедем первая остановка мы стартуем сегодня ночью потому что днем из Москвы выехать достаточно сложно пробки безумные значит первая наша остановка это Пенза встреча с волонтерами поскольку наш автопробег посвящен 70-летию Великой Победы мы естественно все наши остановки сопровождаем возложением венков и цветов к вечному огню к памятникам героев Великой Отечественной войны элемент воинской трудовой славы в городе Пенза следующая наша остановка это город Волгоград естественно всемирно известный памятник это Мамаев Бурган возложение цветов возложение венков следующий прибываем мы в Астрахань предположительно по плану где-то 30 июня проводим там волонтерский слет встречаемся с волонтерами города Астрахани в прошлом году наши представители в облоге с Геннади Ивановичем участвовали в молодежном слете и губернатор Астрахани нас пригласил на встречу на празднование Всемирного дня борьбы с наркоманией ну и соответственно встреча с педагогами встреча с волонтерами следующий пункт нашего маршрута это Элиста мы планируем посетить парк дружбы и собственно мемориальный комплекс посвященный воинам 28 армии которые защищали город Элисту и на этом монументе есть легендарный памятник танку Т-34 следующий стратег небольшой город Волгодонск но тоже знаменательный тоже есть Аллея Героев тоже есть Вечный Огонь есть памятник которому мы посвятим возложим цветы следующий памятник город Россош памятник Остроборско-Россошанская операция которая является второй по масштабу после Сталинградской битвы следующий слайд Прохоровка на Прохоровке мы были буквально два года назад в этом году мы опять же с удовольствием посетим этот комплекс возложим цветы следующий слайд когда мы были два года назад как раз в Белгородской области мы чисто случайно заехали на родник набрать воды и вот так сложилось что на этот же родник приехали представители русской православной церкви три священника которые объезжали собственно свои церкви мы с ними познакомились они нас пригласили это село Уполова там они как раз восстанавливали храм Владимирской иконы Божьей Матери и нас нам вручили эту икону благословили наш автопробег теперь мы эту икону везде берем с собой то есть уже с благословения русской православной церкви мы осуществляем свои поездки я еще хотела отметить то что в рамках автопробега мы не только встречаемся с волонтерами и с представителями образовательных организаций очень много встреч происходит с родителями потому что опыт показывает что родители это самые последние люди которые узнают о проблемах своих детей к сожалению и когда уже какие-то меры принимать иногда бывает поздно поэтому ответить на болевшие вопросы дать какой-то совет они с удовольствием приходят на эти встречи и принимают участие в дискуссии по-моему у меня все спасибо да на карту нашего автопробега мы 3,5 тысячи километров у нас получится от Москвы до Архангельска и обратно до Москвы как говорится так что 6 июня 6 июля мы возвращаемся в Москву спасибо за внимание я бы хотел на сцену пригласить представителей экипажей молодежных это Варвара Лазарева Алексей Мысин не вижу давайте выходить на сцену для вручения вам сертификата и я как начальник штаба во главе волонтерских экипажей Владимир Владимирович возглавляет наш автопробег он является наставником руководителем родоначальником автопробегов но и самое главное он сопредседателем общественного движения здорового инициатива взрослого естественного образования науки Владимир Владимирович вам слово предоставилась честь выручить сертификат который будет на лобовом стекле у каждого автомобиля о том что это участники автопробега который посвящен международному дню борьбы с наркоманией в добрый путь удачи спасибо спасибо вы передали в нем Сейчас еще у нас есть представитель ГОСНОКОНТРОЛИ. Для напустного слова наши друзья-коллеги. Добрый день, уже начальник конференции. У нас есть представитель ГОСНОКОНТРОЛИ. От лица управления ФСК МРС по городу Москве я хочу поблагодарить за себя лично. Потому что без вас профилактическая работа вообще не имеет никакого смысла. Здесь уже много было сказано об этом. Действительно, когда в молодежную среду приходят дяденька или дяденька в погонах и начинают рассказывать о том, что наркотики – это плохо, это одно, а когда к молодому человеку подходит его друг, знакомый, вот ему он доверяет больше. И в зависимости от того, что этот друг, что этот знакомый даст какую информацию, так и в многих случаях поведет себя молодой человек. Поэтому вы делаете огромное дело. ровно спасибо и в добрый год. Это наградый. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, спасибо за теплые слова на пусти, Владимир Леович. Мы крайне признательны Министерству образования и считаю, что что сегодня появилось такое красивое русское слово. У нас произошел реп-рейтинг. Именно на нашей конференции родилось понятие «безопасная среда детства». Автопробег тоже должен основываться на соблюдении правил дорожного движения, безопасности на дороге, поведение водителей, поведение пешеходов. Для детей это тоже важнейший момент. Если раньше мы ставили акцент на наркотиках, считая, что это главная беда, уж как-нибудь с другими бедами мы справимся. А теперь жизнь показывается, что Россия встала на ноги, что у нас есть более важные приоритеты, чем сырьевые биржи. Что нам необходимо здоровое поколение. Значит, это мировоззрение, которое основывается на народной культуре, традициях, на достижениях предыдущих поколений. Поэтому, дорогие друзья, пользуясь своим правом сопредседателем волонтерского движения «Обучаясь молодежи здоровой инициативой», с удовольствием выполняю постановление 4-го съезда волонтеров. И разрешите вручить Владимиру Львовичу атрибутику, форму, мы все должны быть в форме, нашего волонтера. Владимир Львович, ребята избрали вас почетным волонтером, лидером нашего движения. Спасибо вам за поддержку. Каждый день мы ее ощущаем, а на этой конференции стало очевидно, насколько мы дружно вместе работаем. А такие каски вы, наверное, уже видели и сегодня увидите. Это ребята-выпускники, это традиция бауманская. Они эти каски одевают в знак того, что они стали инженерами. А на производстве белой каски – это каска инженера. Спасибо. Спасибо всем. Мы понесем благую весть по нашей стране в этом автопробеге, что среда детства в России должна и будет безопасна. Я маленькое выделение сделаю, что у нас объект сейчас будет, и вам талончики выдадут. А в 2.15 тем, кто хочет посетить музей в Гетумине Баумана, на площади, где у нас баннер основной, там вас будут ждать в нашей экскурсовой. В 14.15. Ну все, тогда спасибо.